МАЗ с прицепом разорвал УАЗ, Валерий Накашкая слишком рано повернул, возбудили дело по ДТП на Ердякова и два хэтчбека чудом разъехались. Привет, друзья, это Место происшествия, с вами Михаил Вагин, мы собрали для вас лучшие видео и новости к этому часу, но кому покажется мало, милости просим к нам в соцсети, у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал. Сегодня утром под котельничем на трассе Вятка в ДТП пострадали два человека. МАЗ с прицепом в прямом смысле слова разорвал УАЗ Патриот. По предварительным данным водителей, пассажиров, недорожника, спасателям пришлось извлекать из салона с помощью специнструментов. Сейчас полиция начала проверку, устанавливается причина ДТП. Впрочем, по словам очевидцев, у лесовоза при спуске с горы могло занести прицеп. А в Кирове сегодня утро на пересечении Октябрьского проспекта улицы Комсомольской в ДТП попали три автомобиля. Сначала Ниссан столкнулся с Хионде, а потом корейский хэтчбэк врезался в припаркованный Форд Мондео. Подробности в сюжете Сергея Пичугина. До работы доехать не удалось. Утро Валерия началось с ДТП, а не с привычных дел. По словам мужчины, он ехал по Комсомольской и хотел попасть на Октябрьский проспект. Здесь вот этот поворачиватель поворачивался налево на Октябрьский. Вы, вы поворачивали? Да, поворачивался на Октябрьский. Ну и все остальное, друг друга не заметили. Девушка-водитель встречного Хионда двигалась тоже по Комсомольской, но в прямом направлении. Как рассказал Валерий, оба участника аварии ехали на зеленый. Чвет был уже мигающий зеленый, поэтому непонятно, что прав, что виноват. Поэтому она сейчас... Ну и вот, и вот, она не класть сюда, а эта машина, так сказать, не заметила, что она несет. Утренние неприятности были обеспечены и владельцу припаркованного Форда. Выходил из целой машины, а сядет уже вбитую. Не менее дорогостоящий ремонт предстоит и водителям Ниссана, и Хёнде. Однако, если ДТП произошло именно так, как говорит Валерий, он будет восстанавливать свою машину за свой счет. Сергей Пичугин, место происшествия. В селе Лойна не справился с управлением водитель автомобиля Рено Логан. Больше информации об этом и других ДТП в нашем обзоре. Авария произошла 3 октября в 19.15. По словам очевидцев, 40-летний водитель Рено Логан пошел на обгон попутной машины, но маневр вышел крайне неудачным. Машина перевернулась, шофер получил травмы. Чуть позднее приехали сотрудники ДПС. Они почуяли от лихача запах алкоголя, однако от освидетельствования он отказался. Ответственность стандартная. Лишение прав на полтора года и штраф 30 тысяч рублей. В Советске произошло ДТП с участием пешехода. По предварительным данным, вечером 31-летний водитель Volkswagen Passat не заметил и наехал на 19-летнюю девушку. Пострадавшие медики оказали помощь. В Кирове на улице Ломоносова участниками аварии стали две женщины. Одна из них ехала на Ки, а вторая переходила дорогу. 46-летний пострадавший вызвали бригаду скорой помощи. Участники ДТП ищут записи с регистратора с моментом столкновения Рено Сандера и Лады Гранта. Это случилось 3 октября в 20 часов в районе перекрестка улиц Карла Маркса и Воровского. Информацию или видео по этой аварии можно присылать к нам в редакцию. Сергей Пичугин, место происшествия. Восстановить свой автомобиль после ДТП помогут специалисты сервисного центра «Дизель 911». Они отремонтируют ваш грузовой автомобиль и спецтехнику, произведут любой ремонт дизельного двигателя, диагностику топливной системы и форсунок. Если ваш коммерческий транспорт пострадал, не беда, восстановят. В комплексе имеется окрасочно-сушильная камера для грузовой техники. Мастера сделают качественно и быстро, на все виды работ гарантия до 6 месяцев. Кстати, там ремонтируют также легковой транспорт. Дизель 911, телефон для записи 77 90 77, адрес город Киров, Слобода Савичи, 10, район завода ОЦМ. Сегодня следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП на улице Романа Ердякова. Ровно месяц назад 21-летний мотоциклист столкнулся с фургоном «Фольксваген». По словам водителя иномарки, он через двойную сплошную линию разметки поворачивал налево на парковку магазина и не заметил встречного байкера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как после столкновения мотоциклист проехался по асфальту и врезался в бордюр. Сейчас за его жизнь до сих пор борются врачи. Парень находится в реанимации и не может дать показания. Обвинение никому из участников ДТП пока не предъявлено. Жилец дома по улице Лепсе перевоспитал любителя подымить. Отнюдь не юный мужчина не просто табачил у подъезда, а выбросил окурок прямо перед собой, не в урну. В итоге неравнодушный кировчанин спустился к курильщику с камерой и попросил его прибраться. Надо сказать, реакция на замечание случилась адекватной. Ну а теперь топ народных видео. Крупно повезло владельцам двух хэтчбеков на улице Конева. Водитель иномарки поворачивал из двора на дорогу и не заметил ладу. А водитель 12-й мчался как ужаленный. Если бы не реакция автолюбителей, то было бы ДТП с пострадавшими. На реакцию надейся, а сам не нарушай. Не стала дожидаться разрешающего сигнала светофора жительница чистых прудов. Девушка последовала плохому примеру своего попутчика. Побежала на красный сигнал светофора и едва не попала под машину. Золотую осень лучше встречать на природе, а не в травмбольнице. На улице Ленина очевидцы наблюдали, как водители на ладах решили поиграть в стритрейсеров. У пешеходного перехода пилоты на колине 14-й устроили заезд на скорость. Лучше бы в этой парочке гонщиков победила сознательность. На улице Чапаева водитель Мазды едва не организовал себе внеплановый ремонт кузова. Он выезжал со двора налево и не заметил темный седан. Нам заплели косички и хвостики. Замятая дверь, пожалуй, не лучший дизайнерский ход. В неположенном месте перебежал дорогу седовласый пешеход на улице Милицейской. Мужчина с сумочкой, судя по всему, торопился в магазин. Такая спешка на шопинг может и убить. И на этом все. С вас подписка и лайк. С нас еще больше интересных видеороликов и новостей. А если вы сняли что-то интересное, присылайте это видео нам по номеру телефона и вот по нашей почте. Будьте внимательны и осторожны. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok